Дима, ты известный человек, вокруг тебя все время много людей. Кто-то тебя добивается в друзья, кто-то с тобой хочет познакомиться и т.д. Расскажи, пожалуйста, о том, как ты относишься к малознакомым людям, сколько времени проходит до того периода, как ты пускаешь их в внутренний мир. И хотела бы получить от тебя рекомендацию о том, как эффективно построить круг своего общения. Сразу все вопросы. Как отношусь к малознакомым людям, просто к всем людям хорошо. Изначально я люблю людей больше, у меня нет опасений, как минимум не боюсь людей. Поэтому априори для меня любой человек – это прежде всего хороший человек. Ты не знаешь, что я упускаю, ты использовала внутренний мир, внутренний круг имела в виду? Да, внутренний круг, да, общение. Внутренний мир – это маленькое другое. Нормально отношусь, но по складу своего характера, как это сложилось, я не очень люблю много общения. Я такой не социофил. Мне не нравятся тусовки, мне не нравятся постоянные знакомства. В принципе, у меня нет никаких проблем познакомиться с человеком, общаться с ним. Но специально я этих возможностей не ищу. У тебя же ищут. У тебя столько, наверное, людей вокруг тебя. Ну да, у меня нет такой потребности. Я не испытываю одиночества, не хватает мне каких-то компаний и так далее. Скорее даже наоборот. Чаще оказывается, что мне хочется куда-нибудь уединиться. Чаще мне приходится вежливо отказываться от каких-то предложений, встреч и так далее. То есть как-то так. Но тем не менее, если нужно общаться. Что касается внутреннего мира, то внутреннего круга – штука внутренний круг. То есть, наверное, люди, которые… Приближенные. Приближенные – это как-то звучит, знаешь, как император, к нему приближенные. Я поняла. Нет, я так не отношусь. В смысле беспособно. Друзья. Это те, кто разделяет твои ценности. Я сейчас чем старше становлюсь, чем больше я узнаю людей, тем больше я понимаю, что люди безумно разнообразные, очень разные. И у них очень разные ценности, у них очень разные взгляды на жизнь, разные убеждения. И вот чтобы два человека вместе встретились, и у них 100% что совпадали ценности взгляд на жизнь – это невозможно, это исключено. Но мне кажется, вот настоящая дружба начинается, что хотя бы там 70-80% совпадения. Это невероятная редкость. Вот сколько там, 6 сейчас миллиардов, да? Не знаю, сколько там миллиардов населения, но вот чтобы там находились люди со сводными ценностями и взглядами – это мало. Поэтому, в принципе, в том виде, как я понимаю, внутренний круг, там много людей не может быть. Угу. Очень трудно найти вот родственную душу. Поэтому таких людей не много всегда было, есть и будет, и не должно их быть много. Поняла. А вот из того огромного количества людей, которые все-таки хотят с тобой познакомиться, общаться, как они могут стать эти люди твоими друзьями? Как они могут, ну… Как они могут стать друзьями – это непросто, да? То есть, я же только что сказал дружба. То есть, для этого должно быть уже изначальное совпадение. Угу. То есть, как можно… Я хочу стать другом Смокотина. Да. Ну, что я ради этого, что ли, будет менять человек свое мировоззрение, да? Если он смотрит на принципиальные какие-то вещи по-другому. Угу. Понимаешь? То есть, если нам не о чем будет поговорить, то никак. А просто познакомиться со мной, так ну что… Вот как ты со мной познакомилась? Да. Экспериментировать, общаться. Я абсолютно открытый. То есть, я зарегистрирован в социальных сетях, у меня там открытый аккаунт. То есть, любой человек может вступить со мной в контакт, написать и так далее. Но дальше зависит от того, насколько человек вот… Сколько будет совпадать, да? Сколько будет совпадать, да? Прилечет внимание там, да? То есть, с какой целью. Просто так, чтобы поболтать, ну, это, естественно, не цель, да? Все ясно. Все ясно. Дим, ну, вот ты сейчас достаточно много путешествуешь. Постоянно меняешь дислокации. Какие-то места интересные находите. Вот вы вместе с женой, со своим ребенком. Для чего вы это делаете? Что вам дают путешествия? Почему не сесть на одном месте и не работать здесь? Ну, на самом деле, вот как раз сейчас у нас подходит к концу период длительного сидения на одном месте. То есть, уже больше года мы как раз вот сидим здесь на Бали. Это наша база. Вот. И это сознательно мы замедлились, осели для того, чтобы родить ребенка. То есть, мы родили здесь ребенка. Вот ему уже позавчера 14 месяцев исполнилось. Вот. И через полтора месяца мы опять отправляемся в движение. Здорово. В движение, да. Вот, на самом деле, за этот год следующим я осознал одну классную вещь. То есть, вот оседлый образ жизни – это палка в двух концах. Это неплохо, на самом деле. И более того, чем дольше сидишь на одном месте, тем в селе хочется продолжать дальше сидеть. Начинаешь пускать корни. Начинаешь ценить уют. Начинаешь привязываться к тем материальным вещам, которыми ты обставляешь свой дом. Да. К налаженному быту. А у тебя появляются уже привычки, ритуалы. И день начинается походить, как у детей сурка. Один на другой, один на другой. То есть, появляется какое-то однообразие. В этом есть свой плюс. Есть в этом какой-то свой комфорт. Но в этом есть и опасность. Да. Для нас, для нашей семьи это опасность, потому что становится меньше стимулов для роста, для развития. Потому что путешествие – это вызов. Путешествие – это всегда смена впечатлений, это постоянное знакомство с новыми людьми, ротация, смена обстановки. Просто, говорят, твой мозг, ты помещаешь себя в такое окружение, я называю это декорацией. То есть, у тебя постоянно меняются декорации, и мозг бомбардируется различными стимулами. И постоянно нужно решать какие-то задачи, проблемы, вызовы. Больше и чаще. Да, ты находишься в тонусе, при этом тебе нужно еще умудряться зарабатывать деньги, вести бизнес. Это непросто. Здорово, здорово принимать ваш опыт, здорово у вас учиться. Дима, как ты считаешь, чем отличается, по сути, неуспешный человек от успешного человека? В чем различия? Я не верю, что бывают люди успешные и неуспешные. Ну, в самом деле, это очень обобщенно. Я считаю, что каждый человек, он в чем-то успешный, а в чем-то неуспешный. Понимаешь? То есть, если мы берем, допустим, очень часто критерий успеха к бизнесу прикладывать. То есть, вот этот человек зарабатывает много денег, он успешен в бизнесе. А это зарабатывает мало, он неуспешный. Но при этом у первого, который зарабатывает много, у него может быть разрушенное здоровье, он может быть одиночка, пережил четвертый развод своей жизни. А тот, который вроде как ходит на наемную работу и неуспешен в бизнесе, но при этом у него великолепная семья, крепкое здоровье и отличное взаимоотношение с друзьями. Ну вот, кто из них успешный, кто неуспешный. Понимаешь? То есть, все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Ну, если мы посмотрим с стороны любимого дела. То есть, человек, который занимается любимым, он вроде как успешен, а тот, который не занимается, неуспешен. Но вот этот поиск любимого дела, он дается не всем. Дело, предназначение. И как-то люди обычно идут на поводу чужих желаний. Ну вот, ответила на вопрос. Понимаешь, то есть, ты живешь жизнь собственную, либо ты проживаешь жизнь чужую. Это на самом деле, это вопрос зрелости, это не вопрос успешности. То есть, люди, они на самом деле, они постоянно развиваются эволюционно. То есть, вот люди, взять сейчас 100 человек вместе, и из этих 100 человек каждый будет находиться на своей ступеньке роста, развития. Это не значит, что там один лучше, хуже. Просто один дорос до такого-то понимания, до такого восприятия мира, до такого ощущения мира. Другой, может быть, больший, глужит что-то и видит. Третий еще, понимаешь, вот от этого зависит. А если человек, большинство людей, они на самом деле живут, проживают не собственные жизни, а чужие жизни. Они выполняют программы. То есть, в детстве, когда они были маленькими детьми, когда они еще не обладали критическим мышлением, вот им родители говорили, надо сделать так-то, нужно вот завершить, там, закончить школу, подступить в институт, там, устроиться на работу, вот, звезд с неба не хватает, не высовывайся, будь как все, нам много не надо, ну, это я просто такие вот программы, такие говорю. Вообще головы не прыгнешь, это все любимые фразы. Да, у каждого есть свои программы, маленького ребенка, чтобы выживать, у него, конечно, он эти программы слушает, и он начинает жить в соответствии с ними. И если человек, и большинство так вот в этой программе живут, когда у них появляются свои дети, то есть они выполняют, ну, в общем, мужчине нужно жениться, вот, девушке нужно выйти замуж, родить детей, желательно до определенного возраста, то есть есть программы, соответственно, мальчики, девочки в какой-то момент начинают судорожно искать себе пары, находят эти пары, у них появляются дети, они начинают этим детям говорить, нужно так-то себя вести, нужно так-то, и так из поколения в поколение передаются программы. Вот. Некоторые начинают пробуждаться. И как вот пробудиться-то? Первая ступень пробуждения заключается в том, что начинается ставить просто осознание того факта, о котором я только что сейчас тебе говорю, да? Угу. Ты прекрасно понимаешь. Угу. Просто осознать то, что внутри меня в голове есть множество программ, которые заложены другими людьми, мамами, папами, учителями, бабушками, дедушками, там, начальниками, как кем угодно, но не мной. То есть есть то, что хотят от меня другие люди, а есть то, что я хочу. До тех пор, пока ты не осознаешь, что есть на самом деле твои собственные желания, ты даже не начнешь к ним прислушаться. Вначале ты просто осознаешь. Вначале ты задаешь вопрос, там, тварь я дрожащая или право имею? Угу. Дрожащая тварь, она право не имеет. Дрожащая тварь, она живет, где сказали, она делает. Вот такая человек говорит, нет, я имею право. А какие мои собственные желания? Не знаю. Ну, не знаю, это не значит, что их нет. Угу. Это просто я не умею их отслеживать, ощущать, пользоваться ими. Ну и все. И дальше начинается разделение, это мое, это не мое. То, что не мое, это чужое. Начинается укрепляться границы. Потому что поначалу, и у большинства людей, у них личные границы очень размыты. Любой человек может легко раз пролезть в них, подергать там, как за ниточку, как одна из самых примитивных манипуляций, которые практически повсеместно в семье используются. Когда один человек к другому говорит, ты меня расстроил, ты меня огорчил. Да. Понимаешь, да? Со мной женщины эмоциональные. Не важно. Не, почему? Мужчина говорит, да? То есть, ты меня из себя вывела. Так, хорошо. Ты меня вывела из себя. Муж жене говорит. В той или иной вариации это сплошь рядом проходит он в любых семейных парах. Правильно? Да. Но на самом деле это невозможно. То есть, как только человек понимает, что на самом деле другой человек не может тебя вывести. Ты можешь вывести, ты можешь раззлиться, ты можешь радоваться, ты можешь грустить. Но то ты сам отвечаешь за эмоции. То есть, человек себя как-то ведет, а ты по этому поводу расстраивайся. Но так расстраивайся ты, это твой выбор. Это опять-таки, здесь мы говорим уже про ответственность. Угу. То есть, есть зрелость. Если мы сейчас возвращаемся к вопросу. То есть, неуспех и неуспешность. Вот. А успех или неуспех в какой-то сфере жизни очень тесно связан со зрелостью. Вот. Зрелость тесно связана также с гармонизацией разных сфер жизни. Вот. Следующий вопрос. Как у тебя происходит гармонизация жизни? Что тебе помогает быть в гармонии каждый день? От каких факторов это зависит? Ну, я не каждый день в гармонии. Бывают дни, когда я себя очень негармонично чувствую. И это нормально. Это нормально, да. То есть, я как минимум по этому поводу не заморачиваюсь. Вот. Что это жизненная энергия, что это сила? О, это прямо такая тема. Если говорить про энергию, то энергия, она опять-таки многоуровневая. То есть, вообще, четыре вида энергии есть. Первое – это физическая энергия. То есть, это базовая энергия. Самая базовая, да? Несколько источников. Это дыхание. Чистый воздух, который мы дышим, дает нам энергию. То есть, это прямой, да? Да. Вот. Это питание. То, что мы кушаем. Вот. Это физические упражнения. То есть, какая-то физическая активность. Там, не знаю, йога, бег, бассейн, спортзал. Вот. Там, ну и сон еще. Вот я выделяю четыре основных составляющие. В этом смысле, да. То есть, я за этим слежу. То есть, целенаправленно. Потому что, как в любом здании, вот есть фундамент. Вот физическая энергия – это фундамент всей остальной энергии. Как говорят, в здоровом теле здоровый дух. Да. Да, конечно. Вот. Если говорить там про сон, сон для меня святое. То есть, я стараюсь высыпать. И никогда себе не отказывал во сне. Правильно. Вот. Если вдруг где-то не добрал, то я при первой же возможности я доберу. Что касается питания, то здесь вот мы с тобой с родственной души, да. Да. Я уже с 2005 года вегетарианец. Угу. Не мясные продукты. Вот. Сейчас у меня третий уже эксперимент в жизни. То есть, третий месяц я сыроединил. Всем поздравляю. Да, да. Спасибо. Это достаточно срок уже. У меня это уже, да, третий опыт. То есть, я сыроединил, потом отказывался. То есть, я знал, как это хорошо. И без фанатизма хорошо, спокойно. Да, конечно. Это важно. Как вот идет, да. Мне нравится. Очень нравится. И я чувствую там результаты. Я занимаюсь йогой. Это если говорить про тело, про гибкость, про… Кровообращение. Про физическую энергию. Ну и стресса дыхания. Угу. Дальше есть так называемая эмоциональная энергия. Пятая энергия. Ну нет, это второй вид энергии. То есть, первое – это физическое, я сказал, источники физической энергии. Да, поняла. А второе – это эмоциональная энергия. Эмоциональная энергия – это вот общение, это контакт, это эмпатия, это способность радоваться, доставлять удовольствие. Это эстетика момента, да. То есть, когда ты любуешься природой, когда ты балуешься, доставляешь удовольствие, да. То есть, ты пополняешься тем самым в свою эмоциональную энергию. Это очень важно. Это очень важно. Дальше – интеллектуальная энергия. Вот. Это более высокий уровень интеллектуальной энергии, да. То есть, соответственно, если что-то не в порядке… Ну, простой пример, да. То есть, если ты эмоционально истощена, если ты с кем-то поругалась, если ты вышла из равновесия, если ты чувствуешь себя подавленной, то очень сложно совершать какие-то интеллектуальные функции, решать какие-то сложные задачи. Да, это точно. Ну, опора из плод ног выбита. Угу. Вот. Интеллектуальная энергия – это, опять-таки, это содержательная сторона, которая дает нам общение. То есть, при общении есть эмоциональная составляющая, там, эмпатия, сопереживание. Вот. То, когда мы общаемся, делимся какими-то интересными фактами, спорим, дискутируем, выясняем какие-то мнения, читаем умные книги, учимся, посещаем какие-то семинары, размышляем, устраиваем мозговые штурмы, используем технику фрирайтинга, писательства, ведем блоги и так далее, и так далее. Да, да. То есть, работаем. Я очень люблю играть в интеллектуальные игры. Раньше я любил шахматы, сейчас я люблю го. Да, то есть, для меня это вот хороший такой отдушина, такой фитнес для ума. Это то, что прокачивает интеллектуальную энергию, то, что дает силы решать достаточно сложные задачи. И, наконец, духовная энергия, то есть, тоже более тонкая энергия. Более тонкая. На Бали она здесь очень хорошо проявляется. Она, на самом деле, везде проявляется. То есть, я здесь не связываю с местом. Если ты нормально простроен, то духовной можно быть и на Бали, и на Сомали, и где угодно. И здесь я в этом смысле под духовностью. Для кого-то это религия. Какая-то религия Бог. Для кого-то это может быть атеизм. Это тоже религия. Только со знаком минус. Понимаешь? В любом случае, это вопросы, связанные со смыслом. Смысл собственного существования. Что ты атеист, либо ты атеист. Это точно. В любом случае, ищешь ответ на вопрос, ради чего ты здесь. Как устроен мир. И ради чего все это происходит. Это уже вопрос о духовности. Опять-таки, проработка… Осознание, понимание этих энергий. Кто-то практикует какие-то практики для этого. Медитации. Кто-то размышляет. Кто-то непосредственно в ходе жизни. Кто-то осознанность. В способах миллион. Она тоже дает энергию. Вот так ты целую лекцию прочитал про энергию. Это замечательная лекция. На самом деле, это бы в голове все уложить. И постоянно помнить об этом. Это важно, действительно. Жить в гармонии. Это мы не про гармонию говорили. А всего лишь про источники энергии. Это еще не гарантирует гармонию. А что гарантирует гармонию тогда? Гармония… Эта тема очень сложная. Что такое гармония? Гармония личной жизни – это, наверное, соблюдение некого такого баланса между разными сферами жизни. То есть, у каждого человека есть такие значимые сферы жизни. К примеру, это может быть семья. Это может быть бизнес, карьера, либо работа. Это может быть здоровье. Это хобби-увлечение. Друзья. Я не говорил? Нет, не говорил. Друзья – это тоже очень важная сфера. Как правило, такие сферы выделяют. У каждого человека есть значимые сферы. В каждую сферу жизни нужно инвестировать свое время, внимание. По это дело, что идеал недостижим. То есть, невозможно сразу, одновременно развивать все сферы. То есть, иногда возникают перекосы. Но здесь очень важно настраивать свою жизнь в… Я назову только две ключевые вещи. То есть, первое – это осознавать свой путь. То есть, у каждого человека есть свой путь. Неизвестно от того, осознает он или нет. Миссия, предназначение, дао, как угодно называй это. Есть то, ради чего ты пришел на свою планету. И человек, который не осознает собственное предназначение, априори не способен на балансировку жизни. Мне очень нравится здесь метафора Германа Гессы. То есть, вот он сравнивает, что большинство людей, они подобны осенним листьям. Ветер швыряет их из стороны в сторону, то поднимет вверх, то бросит озим. А есть люди, их немного, они подобны звездам. То есть, ничто не способно их сдвинуть с пути. То есть, есть люди звезды, есть люди осенние листья. Вот. Отличие единственное. Люди звезды, они знают траекторию своего пути. Они знают траекторию движения. Они знают, до чего они пришли. И это, это вот, это путь. И даже если его какие-то жизненные обстоятельства начинают швырять, если сбросят, поставят тебе подножку в жизнь, ты упадешь на колено, тебя как-то отбросят в сторону. Но как только ты очухаешься, ты в тот же раз достаешь компас. Компас встроенный. Моя причина. Так, мой путь туда. И продолжаешь дальше идти. Ты звезда. А человек осенний лист, он не способен на балансировку. Потому что он постоянно живет от обстоятельств каких-то. От желания других людей. От настроения собственного. Но он может стать звездой, когда он поймет свое предназначение. Конечно, конечно. Он поймет. Это отдельная тема. Но и дальше очень важно жизнь выстраивать вокруг ценностей. То, что для тебя реально важно. Соответственно, когда ты понимаешь свой путь, свое предназначение, то ты начинаешь притягивать к себе ценности. Это ориентиры. Ориентиры – это критерии, которые тебе помогают принимать важные решения в критический момент в твоей жизни. И не только в критические моменты, не только в суперважные. Собственно говоря, в любом случае для меня жизнь – это цепочка неприимных выборов. То есть каждый момент времени мы совершаем выбор. Прямо сейчас я совершаю выбор, какие именно слова сказать, как передать мысль, ты как мне задать вопрос, как себя вести. Это микровыборы. Вот сейчас мы их делаем на автопилоте. Есть выборы более серьезные. То есть согласиться мне на разговор с тобой, либо не согласиться. Чуть сложнее. Осознание надо для этого включить. Есть выборы более сложные. Например, куда мы поедем после Бали. То есть мы решили в Индию летим. Это выбор, который определить сейчас автоматически многие месяцы нашей ближайшей жизни. То есть такой серьезный. Есть более глобальный выбор – соглашаться на какой-то бизнес-проект или не соглашаться. Выходить замуж, либо жениться, либо разводиться. Заводить ребенка очередного, либо не заводить и так далее. И все эти выборы делаются на основании каких-то критериев. Ценностей. Это ценности, да. Это твое предназначение. Ой, как все интересно. Да, да. Здесь вообще интересно. А какое у тебя отношение, Дима, к ошибкам и проблемам? Очень положительное. Положительное, да. Конечно. А как иначе? Без ошибок. Ну, вообще, нет ошибок – есть отрицательная обратная связь. Вот мне в смысле нравится вот такое. То есть ошибка – это в нашей культуре ошибка. И как там слово ты говорила? Проблема, ошибка. Проблема. Ошибка, проблема – это с таким негативным оттенком слова. Да, да. Вот. А тебе ошибаться плохо. Да, и насучат этому постоянно. Нет, мне очень нравится в этом смысле в нейролингвистическом программировании. Там четко. То есть нет ошибок – есть отрицательная обратная связь. Что у меня? То есть, если я, например, хочу… Я придумал, что если я сейчас совершу какие-то действия, я заработаю, к примеру, там… Ну, тысячу долларов. Да? Я совершаю такие действия и не получаю тысячу долларов. То есть, если я получил тысячу долларов – это положительная обратная связь. То есть, я подкрепление. О, значит, если я еще раз совершу такое действие, то я, возможно, еще раз получу тысячу долларов. Вот. Либо я делаю такие действия, а не получаю тысячу долларов. А еще, наоборот, теряю тысячу долларов. Не важно. Либо получаю 990 долларов, а не тысячу. Вот. Это отрицательная обратная связь. Что такое? эта информация это урок для меня ошибки это уроки это уроки и здесь я конечно вы очень нравится есть такой носим носим талеб вот автор концепции черный лебедь и одновременно и одноименная книга я читаешь почитаем почитать почитаю но я тебе рекомендую сразу за переключиться на его самую главную книгу вот последнего книга антихрупкость называется она такая толстая сейчас раз я до сих пор до конца не осилил до сих пор но почитал большую часть и понял самое главное то есть его концепция вот он придумал совершенно новый термин который никто из философов не открыл и в этом смысле талеб в гениален он он открыл термин антихрупкость есть состояние хрупкости хрупкость штока это пустим вот фарфоровая чашка очень хрупкая любое более-менее сильное внешнее воздействие и она ломается на кусочки да вот есть там там твердость да то есть но там камень глыба да вот он неизменный вот он тысячелетиями стоит вот он такой да вот и не меняется есть гибкость гибкость это когда ты вот тебя отклонили до кого-то воздействие есть ну ты прогнулся до воздействия прекратилась ты выпрямилась но ты не меняешься при этом так вот твердость хрупкость и гибкость это свойство прежде всего неживой природы антихрупкость это свойство биологически до живой природе что такое антихрупкость антихрупкость это когда на тебя оказывается какое-то воздействие стрессовое воздействие ты выдерживаешь воздействие становишься сильнее вот болезнь например как в как формируется иммунитет то есть ты переболела все кистом ты стала антихрупкой да ты преодолела какие-то испытания сложности ты стала сильнее ты научилась это испытать лишь раз когда и подобные испытания на тебя обрушивается для тебя это уже не трагедия какая-то это точно уже знаешь как себя вести ты это уже пережила да вспомню вспомни первый первый опыт расставания с любимым человеком первую любовь это же была трагедия там подростков конечно все жизнь остановилась это все во втором тоже легче третий раз уже к этому по философски относится ну правда да да то есть и таких примеров очень много человек может быть хрупким человек может ломаться вот хрупкие такте это те кто избегает ошибок избегает ошибок да это те кто избегает болезни значит как он типа вот детей кукуту это в теплой одежде только не надо чтобы ничего для чтобы не было никакого стресса стресс нужен опасен дистресс что-то дистресс дистресс так это сильный мощный удар на который ты еще пока не способен то есть это разрушает но если если камень долбануть какой-то кувалдой он разрушится даже даже прочный камень то есть но ошибки ошибки если они не трагичные ошибки если они являются именно про стрессом их нужно искать вот она рекомендация конечно конечно потому что расти развиваться можно только решает проблемы только совершая ошибки приобретая антихрупкость и тогда ты как человек развивается становится все более 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 сильно вот такое отношение к ошибкам и напоследок хотела бы спросить о том вот как ты приобрел вот этот опыт который сейчас которым сейчас обладаешь опыт вот такого зрелого человека опыт тех которые путешествуют живет такой вот стильным стилем жизни опыт не знаю мудрого человека по сути кто был твоими учителями ведь вот тем стилем который ты сейчас живешь этому не учишь в школе в университете а где этому учат кто этому учат или кто или что были твоими учителями у меня на днях состоялся разговор с моей дочерью Она выпускница, то есть она в этом году 11 класс завершает. Соответственно, в этом возрасте у нее, на этот период жизни у нее в голове, конечно, такая доминанта, это сдать ЕГЭ и поступить в какой-то вуз. И я очень хорошо помню, когда я заканчивала школу, вот ту истерику, которую нагнетали учителя, о том, что вот экзамен, сдать экзамен, это очень важно, от этого зависит ваша дальнейшая жизнь, от этого зависит ваша судьба, вам очень важно поступить, потому что если не поступишь, а я еще мальчик, там уже армия и прочее, прочее, и действительно, я чувствую, что я был в таком загоне находился, то есть на грани того, чтобы сломаться, на грани хрупкости, потому что это был уже не стресс, это было уже не, это, если бы я облажался, то это бы такой удар по самооценке был. Я считаю, это, конечно, ужасно. Конечно. Это ужасно, да. И я как мог поговорил со своей дочерью, я просто сказал, пожалуйста, услышь меня, тебя сейчас будут бомбардировать, возможно, кто-то из родственников, конечно же, тебя будут бомбардировать учителя, для того, что вот это вот выбор, это очень важно, то есть надо костьми лечь для того, чтобы сдать хорошо экзамен, и... Нет, собственно, второй год. Ну, нет, чтобы набрать баллы, чтобы поступить в вуз, там, твои мечты и прочее. Я тебе скажу, я говорю, дочь, поверь мне, правда, нет абсолютно никакой связи между крутизной вуза, который ты заканчиваешь, и жизненным счастьем. Вот абсолютно нет. Ты хочешь что? Ты хочешь иметь престижный диплом, диплом престижного вуза, или хочешь быть счастливой? Если ты хочешь быть счастливой, нафиг, пожалуйста, защищай себя от этого. Мир не рухнет, если ты наберешь меньше баллов, и тебе не хватит, чтобы поступить в МГУ, например. Да, абсолютно не рухнет. Вот. Пример твоей родители, то есть родители закончили, ее родители закончили Красноярскую медакадемию. Ну, не самый престижный вуз, не самый хилый, не самый престижный. Да даже если бы закончили там какой-нибудь там менее престижный, там, не медицинский вуз, там. Не это. Я говорю, знаешь, что самое ценное? Самое ценное – это способность обучаться, потому что самое важное знание в жизни, их нужно брать самому. Брать самому, брать самому то, что нужно, то есть это может быть знание книги, то есть у меня спашки учителя, то есть я ставлю вопросу, у меня нет таких вот гуру, которых я сказал бы, вот этот человек изменил мою жизнь. В разные моменты жители, они со мной оказывались люди, они вовсе не обязательно, может быть, там какие-нибудь известные писатели, актеры, вот, и он для меня гуру. Он для меня гуру, потому что разговариваю с ним, он сказал какое-то слово, у меня что-то расщекнуло, зажужжало. То есть я могу прочитать такой толстый фолиан какого-нибудь умного философа, и ничего в голове не останется, кроме там эстетики, да, то, что вот-вот-вот интеллектуальную жвачку почитал. Я помню, как я студенчество, я читал книги по психоанализу, я купил такую желтую книжку итальянского психоаналитика, я даже не помню, как его зовут, да, и это было потрясающее ощущение, когда я читал книжку, она приятная на ощупь, она вкусно, пахла, да. Я читаю эту книгу, я по отдельности практически все слова понимаю, а про что не понимаю. То есть она настолько недостижима моего уровня, да, да, то есть вот такие всякие сложные интеллектуальные построения. Те, кто читал психоаналитиков, меня могут понимать, то есть там достаточно сложно. Но я просто был не готов к той информации, но получил удовольствие. Вот я могу также лекцию послушать какую-то, ой, какой умный, интересный человек, какие классные вещи говорит. А следа внутри это не останется, да. В этом смысле просто берешь, вот, 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 берешь, общаешься с человеком. И даже, знаешь, вот с тобой разговариваешь, вот с тобой, или так, просто мне какой-то задают вопросы, интервью. И иногда бывает тебе задают такой вопрос, да. Ты начнешь на отвечать, и в самом этом в голове, о, точно. Присыпается что-то. Клево, да, 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 да. И в этот момент ты для меня гуру, потому что задала мне классный вопрос. В этот момент появилась в моей жизни, не случайно? Да. То есть самый ценный навык, вот то, что я сказал дочери, и я буду с ней еще на эту тему говорить, я буду пытаться ей это передавать, вот, и там, слушателям нашим, я хочу это сказать, о том, что самый ценный навык – это открытость. Открытость миру, открытость новым возможностям, новым знаниям, новым знакомствам, новым связям, новой какой-то информацией, открытость к экспериментам, к тестированию, сознательный поиск ошибок, расширение своей антихрупкости. Вот что самое главное. Вот то, что позволит сделать себя в жизни более гармоничной, более счастливой. Ну, не как этот вуз, ну, я закончил медицинскую академию, да. Я не жалею, что я там вот учился. Я отдал диплом маме, она всегда хотела, чтобы я был врачом. Этот диплом уже много лет лежит у мамы, я не врач, то есть я не работаю врачом, вот. Я не скажу, что это плохо, то, что я учился. Потому что пока я там учился, я проходил тренинг выживания, социализации, я общался со всеми подобных, общался с умными дяденькими профессорами, которые мне говорили о том, что я идиот, а я отчаянно пытался доказать, что я на самом деле не идиот. То есть мне повышала эти хрупкость. Вот. Но сам диплом и те знания, которые я получил, не стоят ничего в моей сейчас жизни. Практически ничего. Все, Дима сегодня раскрыл вот такие интересные моменты вообще по жизни людей. Спасибо тебе огромное за эти знания, за эти вещи. Пожалуйста. Классный интервью. Спасибо за хороший вопрос. Пожалуйста. Всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.